Приветствую вас. Ну, конечно, психолог, к которому вы обратились, поступил достаточно поверхностно в том смысле, что проблему в ваших отношениях решать не хотел. Вот. И, соответственно, ваша реакция, она вполне суперечна. Я думаю, что в целом ваш запрос на обновление отношений вполне понятен и вполне естественен, но видите ли, у меня сложилось. Такое впечатление, что он каждый, каждый из вас хочет как-то вот, ну, за счет другого подняться. Такое у меня сложилось впечатление. Но это мне отводило впечатление, что каждый из вас хочет за счет другого обогатить свою жизнь. Но видите ли, суть в том, что на каждом из вас лежит ответственность, ответственность по выстраиванию своей жизни, своей собственной жизни. И без этого не получится гармоничные отношения выстроить, потому что вы всегда будете как бы в ожидании от мужчины чего-либо. Вы будете всегда, ну, хотеть от него чего-либо. Понимаете? Вот. А я, честно говоря, не думаю, что это та самая позитивная история, которая вам может помочь. Еще я обратил внимание на то, что вы в отношениях находитесь во многом потому, что каждому из вас достаточно сложно строить отношения. То есть, каждому из вас, для каждого из вас отношения выглядят как что-то такое очень тяжелое, очень сложно, очень трудоемкое, очень, знаете, громоздкое, я бы сказал. Вот. Вот. Такое у меня возникло чувство и такое у меня возникло ощущение. Вот. Хотя на самом деле это совершенно не так. Вот. Отношения можно и нужно строить более легко, то есть, ну, а не строится более легким образом, чем вы говорите, то есть, отношения для вас это именно работа. То есть, вы боитесь именно построения новых отношений, потому что вам это кажется очень сложным. Но на самом деле сложного в этом ничего нет, если подходить к этому вопросу достаточно, скажем так, ну, независимо. Да. Вот. Ещё я обратил внимание на то, что вы хотите ребёнка, и что ребёнок для вас это прямо нечто очень важное. И, как бы, у меня сложилось впечатление, что на ребёнка вы возлагаете достаточно много ожиданий, достаточно много надежд. Вот. Я в этом вижу, ну, отчасти я вижу в этом проблематику, потому что ребёнок в той или иной степени не решит ваших проблем, и ребёнок не подарит вам наполненность, то есть не спасёт вас от той пустоты, которая сейчас имеет место быть. Почему? Потому что пустота появилась у вас, и именно потому что она появилась у вас, вот именно потому что пустота появилась у вас, ребёнок её не уберёт. Вообще, в некотором смысле, мне кажется, что это довольно такой потребительский подход к ребёнку, в том смысле, что вот он, то бишь ребёнок, должен, ну, избавить меня от скуки. Хотя скука, это то, что вы чувствуете, это ваше, ну, ваше ощущение, это то, как вы себя чувствуете. Вот. И человек, ещё не родившийся, он здесь, конечно же, не при чём. Вот, он не может быть при чём, он не может нести ответственно на ваше, ну, как бы, на ваше самочувствие. Вот. Другой вопрос, что если вы его родите, вот, допустим, в тех условиях, которые у вас есть сейчас, то вполне вероятно, что ему будет хуже. Ребёнку будет хуже, ребёнку будет сложнее, ребёнку будет тяжело, потому что, ну, все проблемы, которые есть в, ну, между вами, между вами и, собственно, вашим мужчине, они будут давать, будут давать знать о себе и в дальнейшем, понимаете, какая штука. И, на мой взгляд, это, опять же, недопустимо для ребёнка, потому что ему это будет наносить необраданный вред. Вот. Это то, что касается моментов, на которые я обратил внимание. А теперь давайте разберём ваш текст. Значит, подскажите, как обновить отношения? Очень монотонно, всё не о чем разговаривать. Смотрите, аноним. Вы, на мой взгляд, совершаете здесь достаточно распространённую ошибку, а именно такую, что выделяете отношения с, ну, с мужчиной. У вас что-то, у вас что-то отдельное. То есть, отношения с мужчиной для вас, это что-то отдельное. Это что-то, вообще, из другой оперы, из другого, вообще, как бы, ящика из другой коробки. Вот. Хотя, на самом деле, отношения с человеком никогда не могут быть самоцелью. Потому что, если много времени уделять именно отношениям, то уделяется сам человек. То есть, здесь проблема, скорее, заключается в том, что не всё, не всё монотонно, как вы говорите. То есть, дело не в монотонности, как таковой, а в том, что вам, ну, возможно, сам, вот, сам человек не интересен стал. То есть, сам человек не вызывает у вас какого-то, вот, ну, может быть, не знаю, воодушевления, да, и прочее, прочее, прочее. То есть, тут, мне кажется, дело от счастья, дело именно в этом. В том, что вас не привлекает человек, вы слишком разные. И, как бы, обновление отношений, это не просто обновление. Это именно изменение, это изменение своего поведения, поведения, то есть, вашего поведения. И, ну, поскольку вы обращаетесь к нам. Это желание интересоваться человеком, это желание узнавать его новые стороны, это желание разделить с ним то, что, к примеру, интересует его, то, что важно ему, то, что ценно ему. Понимаете? А не просто, как бы, такое, отвлеченное достаточно выражение, обновить отношения, да. Потому что, ну, не гардероб же это, в самом деле, который можно и нужно обновлять. Дальше. Мы вместе 7 лет, за эти годы было много всего. Ссоры, расставания всегда возвращались друг к другу. Ну, причины ссор, на мой взгляд, нужно проанализировать. То есть, почему вы ссорились, из-за чего вы ссорились, были ли вам сделаны какие-то выводы, вот, относительно тех моментов, которые вас не устраивали, к примеру. Вот, потому что, если не было вам никаких, ну, если вы ни к каким решениям не пришли, да, то, я боюсь, что ссоры, в таком случае, это всего лишь хаотичное выражение ваших эмоций, и хаотичное выражение ваших, например, чувств, желаний, не более того. Вот. Так что, возможно, причины ссор можно и нужно проанализировать, да, и просто хотя бы разобраться в том, почему они имели место быть. Зачастую люди ссорятся, когда боятся эмоциональной близости. Далее, вы пишите, всегда возвращались друг к другу. С учетом описанной вами картины, вот, с учетом того, как вы все описали, я могу предположить, что речь идет в некоторой степени о зависимости. О вашей эм, зависимости от эм, человека и от зависимости человека, и от зависимости человека от вас. Вот. То есть, ну, в рамках вот того, что вы описываете, можно сделать такой, примерно, вывод. Эм, просто потому, что вас ничего не связывает, а отношения для вас строить достаточно, как вы сказали, самые проблематичные. Вот. Вот. Ну, собственно, из этого делается такой, такой, достаточно несложный вывод. Дальше. Семью задать не получается, он не хочет ребенка. Ну, вот здесь, на мой взгляд, эм, довольно интересная история. Вы пишете про то, что, эм, ну, про то, что хотите, эм, ребенка и про то, соответственно, что у вас из-за этого не получается создать семью. Эм, но, ведь, эм, семья, это не ребенок, семья, это, скорее, эм, взаимодействие между людьми. И вот что есть, на мой взгляд, семья. То, что вам нужен ребенок, это скорее, ну, здесь скорее можно говорить о ваших собственных желаниях и о ваших собственных потребностях. Каких-то, то есть вам хочется ребенка по какой-то своей причине, на мой взгляд, на мой взгляд. И очень важно эту причину раскрыть, ну, потому что вы не удовлетворены отчасти именно этим. Тем, что у вас не получается, ну, он не хочет ребенка. Знаю, любит, иначе бы не возвращался. Нет, человек может возвращаться не только из-за любви. Человек может возвращаться и по ряду других моментов, вот. В каких моментах я вам примерно сказал, да, это потребность, это нуждаемость, это сложность устраивания новых отношений, тем более, что, ну, кажется, что это сложность устраивания новых отношений, вот. Тем более, что ваш мужчина сказал, на мой взгляд, такую вещь, которая, ну, знаете, которая достаточно хорошо иллюстрирует то, как человек относится к женщинам. А именно, он сказал, что все женщины одинаковые и все хотят одного и того. Это в корне не так. Вот. И, собственно, мужчины возвращаются к вам, потому что с вами удобно. Вот. Ну, по крайней мере, так это выглядит из-за вашего текста. Вот. И, может быть, у него есть к вам собратья, но, если бы ему было неудобно с вами, есть большая достаточно вероятность того, что человек просто не захотел бы быть с вами и к вам бы не возвращался. Дальше. Любовь эта стала очень спокойной, все стоит на месте. Сейчас понимаю, не о чем говорить. Вот что именно все стоит на месте? Вы уже не первый раз пишите, что все стоит на месте. Вот. Что именно все стоит на месте? Так, сейчас понимаю, что не о чем говорить, когда мы смотрим фильмы, передачи и разговариваем о наших животных. Не о чем говорить, когда смотрим фильмы, передачи и так далее. Ну, так это не, как вам сказать, это не совсем то времяпровождение, которое может устраивать людей в том смысле, что должны быть общие увлечения. И заниматься вместе чем-то нужным. Понимаете? То есть, это не просто пассивные-пассивные какие-то вещи, это еще и совместная деятельность. Вот. А фильмы и передачи, опять же, не очень понятно, потому что с одной стороны вы говорите, что вы смотрите вместе с передачи. Вот. А с другой стороны вы говорите, что нравится нам разные фильмы и разные вообще все нравятся, питания разные и прочее, 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 прочее. И вот, то, что вы говорите про свою разность, да? Про то, что, ну, про то, что вы, ну, у вас разный образ жизни. Вот. Ну, это, опять же, раньше не мешало, а теперь мешает, да? То есть, кстати, для совы вы достаточно рано. А, ну, может, у вас часовой поезд другой, я не знаю, в России вы живете или нет. Вот. Ну, ну, для совы вы достаточно рано написали вопрос. Вот. А что-то изменилось? Понимаете, что хочу большую полноценную семью, ведь когда ребенок появляется, скучно уже не будет. Ну, понимаете, вот здесь такая штука. А, вам семья нужна, так же вам скучно. Вот. Вот так это выглядит. Вот это выглядит так. Мне скучно, а потом я хочу семью. То есть, я хочу ребенка даже. Почему-то у вас идет категоричная привязка семьи к ребенку. Вот. Хотя, вы вроде как со своим мужем, ну, со своим мужчиной, точнее, не мужем, а мужчиной, вы даже с ним вроде как не женились. Вот. Я могу ошибаться, но, по-моему, не было у вас брака. Ну, брака сочетая. Вот. То есть, это тоже момент достаточно важный, на который нужно обратить, мне кажется, нужно обратить вам ваше внимание. То, что для вас семья это ребенок, то, что ребенка вы хотите использовать для спасения от скуки. Вот. Дальше. Мне 32, ему 41. Отношения стоят на месте много лет. Надоело уже договаривать, а животик или чутки шутить? Ну, как вам сказать? Во-первых, если отношения стоят на месте много лет, то есть началось это, ну, раньше, то и проблемы, получается, у вас имеют более такой, ну, более давний характер, более давний корень, корень имеет проблемы. Вот. Что касается того, что надоело разговаривать о животных и шутить шутки, здесь я, опять же, могу вам сказать только то, что... А из чего строятся отношения? Вот, как бы, ну... Из чего строятся, ну, взаимодействия с людьми? Как бы... То есть, или вы думаете, что после рождения ребенка вам будет, ну, необязательно общаться с мужчиной и шутить шутки и так далее? Вот. Что касается, опять же, шуток, то, назовем, собственно, понятно, для чего вы это делаете? Вы это делаете для себя или вы это делаете для, ну, для него, для мужчины? Ну, для мужчины. Вот. То есть, если вы шутите, потому что вам хочется шутить, если вы шутите, потому что, ну, потому что вы... У вас есть, к примеру, чувство юмора, то это один момент. Если вы шутили всегда, потому что, не знаю, считали, что так нужно, вот, что это немножко другая история. И это вопрос, как бы, он больше к вам, в том смысле, что, почему вы шутили, если вам этого, ну, например, не хотелось там, или что-то бы того. Вот. Понимаете, да, о чем я делаю? То есть, тут у вас, вот, представление вам вообще не очень интересное. У нас нет общих интересов, мы во всем разные. Если нет общих интересов, вы не видите друг друга как личности. Если вы не видите друг друга как личности, то могут быть достаточно серьезные проблемы, в плане восприятия, ну, в плане построения отношений и в плане мотивации что-то делать друг для друга. Потому что, ну, гендерная роль, она достаточно ограничена практически всегда. Вот. Поэтому, в этом я, то, что вы разные, я вижу некоторую угрозу вашим отношениям и ребенку, кстати говоря, тоже. Возможному, если он у вас появится, потому что, как бы, очень важно, чтобы родители видели друг друга как личности, вот, чтобы научить, ну, ребенка относиться так же к, ну, к себе и к людям, вот. А дальше, значит, возможно ли обновить отношения? Ну, возможно, я говорю, если вы будете расширять свои свои интересы, если вы будете искать именно смешные интересы и организовывать совместную деятельность. Понимаю, что одного моего жена не дождаться и недостаточно чувствовать нам скучно в месте. Нет, мне кажется, вам скучно самим за себе. У меня сейчас нет за ней, за которым я бы занимался с удовольствием. Вот. Нужно найти и поискать. Несколько подруг, с которыми каждый день общения, а вот мы не чувствуем одиночество вдвоем. Ну, потому что вы, вот, себе, видно, надвергаете что-то, вы же ребенка хотите не просто, не просто так, а именно, чтобы себе это получить, вот. Это означает, что вам, ну, чего-то не хватает. И, соответственно, если вам чего-то не хватает, то, как бы, вы пытаетесь это добрать, вот. То есть, вот нужно найти занятие, которое будет заниматься с удовольствием. Нужно подкорректировать свою деятельность, ну, свою вообще глобальную деятельность, чтобы она больше откликалась вам на эмоциональном уровне. Он работает дома, хочет от меня эмоции получать, но я сама пустая из-за непонятных отношений за столько лет. Ну, вы не можете быть пустой из-за непонятных отношений, понимаете, пустой вы можете быть из-за того, что, например, перекладываете ответственность на человека за свои, допустим, ну, чувства, за свои эмоции, за свои желания, за свою определенность. И вот в этом может быть как бы причина вашей пустоты, но никак не из-за того, что отношения непонятные. Почему? Потому что непонятные отношения стали возможным в том числе благодаря вам. Ибо вы не делали ничего, чтобы они были более понятными, а значит, вам, вероятно, в чем-то выгодна именно такая вот неопределенность. Опять же, если отношения непонятные, о каком ребенке, собственно говоря, может идти речь, да? Дальше, раньше очень много путешествовали, практически каждый месяц куда-то ездил за границей вместе, уже гостя никуда не ездим, он говорит, потому что ссорились, соответственно, на причине другом, я знаю о том, кто боится, что его обратно в сторону не пустят, если он едет, так он русский. Ну, по факту, если говорить о том, что вам было хорошо, пока вам извне поступал некий поток информации, вот, который вы, ну, так или иначе впитывались от себя. Но это все равно, это все равно не что-то, что идет изнутри. И не что-то, что идет от вас. Понимаете? Какая штука. И это тоже очень важно понимать. А дальше, другому мужчину вообще не хочу лучше одной, чем самому строить отношения. Вот почему для вас построение отношений – это сложно. Потому что построение отношений – это постоянная адаптация, это постоянные уступки, по вашему мнению. Ну, а вот, это трудоемкие, эмоционально-забратные компромиссы, на которые вам просто уже сейчас не хочется идти, потому что вы понимаете, что придется данным для себя. Но отношения – это не изменение себя, в том-то и дело. Отношения – это именно принятие, безусловно, себя и другого человека. То есть, это очень легко, и отношения строить легко, если есть желание. У него, справедливо, чего другого себе не найдет. Вот, видите, опять – прикладывание ответственности, да? То есть, сами отношения закончатся не хотите, а ему предлагаются. Вот, ответ был, что другая может дать, да, да, чего не можешь ты. Все женщины одинаковые, хотят одного и того же. Ну, по сути, здесь вы пишете противоречия тому, что говорите, что у него есть к вам чувства. «Знаешь, что нужно найти занятия, будешь жить своей жизнью и быть веселым, со мной, но вот ребенку не хочет и все». А вот где связь между тем, что вы пишете «нужно найти занятия, будешь жить своей жизнью и быть интересным, со мной, но ребенку не хочет?» Вот где связь между этим? «Почему должен не хотеть ребенка с вами, если ему не интересно?» Я даже согласна была жить без ним, без детей, но дальше как? Дальше вот искать занятия по душе и жить своей жизнью, да, для себя жить. Значит, так, ну, далее вы пишете про психолога. Вот, кстати, психолог оказался прав, получается, да, потому что вы разъехались. То есть, тут вот, психолог была права, вот. То есть, вы к ней не ходили, но здесь понятно, вам не понравилось, как специалист себя поставил, видимо, с вами, вот. Но, тем не менее, как бы, терапия, я думаю, вам нужна. Представление об отношениях у вас достаточно деструктивное. Отношение к себе у вас достаточно компенсаторное. То есть, в том смысле, что вот именно в том, что вы делаете для себя, вам обязательно нужны другие люди. Восприятие мужчины у вас такое, мне кажется, достаточно враждебное. Вот, ну и, словно, вот то, что вы говорите, да, это действительно больше про удобство, нежели чем про духовность. То есть, такое ощущение, что вы не желаете признать, что вы вместе просто потому, что вам удобно, вот, и требуете друг от друга проявления любви. То есть, вы сами, стыдясь того, что у вас отношения по расчету, из-за всех сил пытаетесь превратить их в более духовные отношения, но это невозможно. Когда-то, когда-то у вас действительно были чувства, когда-то у вас действительно была влюбленность, но потом, потом просто каждый из вас понял, что у каждого есть какие-то проблемы. И эти проблемы вы решать не хотели, не хотите. Вот, думая, что ребенок решать, это ошибка. На этом все. Все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.